МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Жизнь в сточной канаве. Жители поселка Монтажник в Махачкале в поисках решения давней проблемы обратились к нам в редакцию. А завтра была война. Под таким названием прошла патриотическая акция, в которой приняли участие сотрудники правоохранительных органов. Сражались как на передовой и победили. В канун Дня медицинского работника благодарностью главы Дагестана отмечены свыше 10 тысяч медиков. Давняя проблема – общество Монтажник в Махачкале буквально отравляет людям жизнь. Канализация, которая растеклась рекой повсеместно, душит местных жителей едким запахом. Ситуация усугубляется в летний период. На место выехал представитель администрации города, который объяснил, почему проблема застоялась в прямом и переносном смыслах. Хадижа Курбанова с подробностями. Некогда канализационный ручей превратился в речку Ваняйку, которая приносит массу неудобств местным жителям. Осенью в результате дождей грязная вода затапливает дома. Летом стоит знойная жара, усиливая неприятный запах. Жить в таких условиях невыносимо. Мужская часть населения вынуждена вручную очищать канал от мусора, чтобы вода не застаивалась. Его запах невозможно передать через микрофон, через камеру, но люди задыхаются, дети падают. Это фекалия, вы понимаете, это туберкулез. Это полный букет антисанитарии. В этом году мы сами чисто ручную камушку вложим, где надо рубим, где надо вилами, лопатами, этим граблями тягаем, чтобы вода проходила, ил проходила. А так невозможно вообще дышать. Эдуарду Муратханову 80 лет. Он в числе активистов принимает участие в очистке канала и не отстает. Несмотря на преклонный возраст, мужчина не раз спускался в канал, чтобы лично провести очистку. Раньше здесь правильно сказали, что ручеек шел 20 лет тому назад. Так было. Здесь рыба ловилась. Тут лягушки квакали, ночью нам спать не давали. Сейчас ничего, все исчезли, и даже комары исчезли. Это опасность не только для нас, это для всего города. Это все идет, море поступает. Стоки идут отовсюду. Проблемная речка заполняется не только водой из домов жителей поселка, но и канализационными водами прилегающих улиц других поселков. Чтобы решить проблему с бородой, люди обращались во все возможные инстанции. Но пока, по их словам, никто не дал вразумительного ответа. Чтобы разобраться в вопросе, на место событий приехал представитель УЖКХ. В связи с тем, что все канализационные линии у нас перегружены, пока эту канализацию не сделают шахтный метод, некуда это все соединять, вести. Должна быть точка подключения. Все эти канализации, которые здесь идут, они под пором идут. Это все, все стоки, чтобы перехватить, нужно завершить это канализацию. Когда это завершится, не то, что это микрором, Палмира, все это, все вот такая проблема. Нигде канализации нет. Чтобы это все перехватить, надо сперва, куда ее сбрасывать. Администрация Махачкалы намерена сделать все возможное в решении вопроса. Но для того, чтобы решить проблему с давней историей, понадобится время. Кроме того, необходимы немалые средства, которыми, по словам представителя УЖКХ, администрация пока не располагает. В качестве временного решения проблемы представитель горадминистрации предложил очистку водостока, которую будут проводить регулярно, чтобы жителям не пришлось заниматься этим вручную. 79 лет назад ранним утром фашистская Германия напала на СССР. Эта трагическая дата с тех пор навеки врезалась в память поколений, как день начала Великой Отечественной войны. Накануне сотрудники МВД по Республике Дагестан приняли участие в общероссийской патриотической акции «А завтра была война». До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль провей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не нафей. Матери, дочери, сестры и жены провожали своих мужчин на фронт. Война унесла 27 миллионов жизней советских граждан. Именно их память чтят благодарные потомки по сегодняшний день. Со свечами в руках у Вечного огня представители МВД вспомнили героев былых времен. Сотрудники правоохранительных органов возложили цветы к мемориалу погибшим в годы войны и сложили из свеч надпись «Помним и чтим». Из Дагестана на фронт ушло более 180 тысяч человек. Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска освобождали Белоруссию и Украину. За проявленное мужество высокими правительственными наградами были отмечены многие наши земляки. Помните, через века, через года. В память о героях Великой Отечественной войны в небо были запущены воздушные шары и бумажные фонари. В благодарности у главы Дагестана отмечены свыше 10 тысяч медработников. В канун Дня медицинского работника Владимир Васильев наградил медперсонал всех, кто внес бесценный вклад в спасение больных коронавирусной инфекцией. Дагестанские медики, не щадя своих сил, месяцами не видя родных и близких, день и ночь сражались за жизни своих земляков. Сражались, как на передовой, и победили. Коварный вирус отступил благодаря людям в белых халатах, чьи высокий профессионализм, мужество и самоотверженность признали и не раз подчеркивали их коллеги из Москвы и других российских регионов. Около 700 работников социальных учреждений Минтруда Дагестана, интернатов для пожилых граждан и инвалидов, а также интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья перешли на посменный режим работы. О том, как персоналу и их подопечным удавалось соблюдать все требования самоизоляции, расскажет Алина Багилова. Так, в доме-интернате для детей с ограниченными возможностями заботы, где сейчас в режиме самоизоляции находится 82 ребенка, в каждой смене работает по 15 специалистов, среди которых врачи, педагоги, повара и технический персонал. Как отметили в интернате, во время смены персоналы с трех отделений не контактируют даже между собой. Прогулки проводятся поэтапно. Но в данный момент 82 ребенка, потому что до того, пока интернат перейдет на закрытый режим, были случаи, когда родители забирали или родственники своих детей, и когда мы уже закрылись, мы не имели возможности их принять назад. Ну, в принципе, они как бы и не хотели их отдавать, сказали, что по окончанию карантина приведут. Вот сегодня у нас 82 ребенка. Каждая смена длится 14 дней. Все это время работники не покидают учреждения, общаются с близкими только по телефону. Нянечка Зухрабик-Палатова каждый день на связи с 10-летней дочерью, которая в отсутствии мамы выполняет всю работу по дому сама. Мамочка, как у тебя дела? Мы так соскучились по тебе. Я тоже, доченька, по вам всем соскучилась. Все хорошо у меня, все хорошо, моя лапочка. Вы пообедали? Да, я покормила стайку, накормила папу. Владимиром Путином было поручено произвести дополнительные стимулирующие выплаты социальным работникам. За особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии коронавируса. Уже около 700 социальных работников получили выплаты за отработанные смены на сумму свыше 15 миллионов рублей. Мы еще хотим поблагодарить наше руководство, республики, за то, что оценили наш труд, то, что будет самоизоляция, то, что мы 14 дней отработали, получили стимулирующее. И еще хотелось бы поблагодарить за условия, которые созданы в интернате «Забота». Они, можно сказать, приближены к домашним условиям. Все условия есть, плюс хорошее питание. Волонтеры Буйнакского района облагородили воинские кладбища. Уборка прошла в канун Дня памяти и скорби. Активисты организовали уборку территории от бытового мусора, побелку надгробных памятных плит, очистили территорию от зарослей сорняка. На воинском кладбище в Буйнакске похоронено более 400 советских солдат, умерших от ран в Буйнакских госпиталях в период Великой Отечественной. Проведение субботников на воинских захоронениях в преддверии знаменательных дат стало доброй традицией в Дагестане. Подобные акции также прошли в Кизляре и Дербенте. На самом деле это мероприятие у нас проходит ежегодно. Но получилось так, что в связи с тем, что в этом году обстановка эпидемиологическая не позволила нам вовремя организовать мероприятие, пришлось нас немножко потянуть назад. Наши ребята каждый год сюда приезжают, им огромное спасибо. Они вот так помогают нам, не забывают. Это является для них и патриотическое воспитание. Это будет подрастающее поколение. Мы им показываем, что эти люди, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы вот эти ребята сегодня могли бы выйти сюда. Жители сел Кизлярского района обеспечат поливной и питьевой водой. Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов побывал в селе Тушиловка Кизлярского района. Причиной визита стали жалобы местных жителей на отсутствие поливной воды. По словам главы сельского поселения, вода в Тушиловке отсутствует уже около 20 лет. Это мешает развитию сельского хозяйства, а также приводит к проблемам с питьевой водой. Для разрешения вопроса Минсельхозпродам республики были привлечены силы крупных сельхозтоваропроизводителей региона и самих местных арендаторов. Был прочищен магистральный канал для проведения дальнейших работ уже на внутрисельском канале. Также в настоящее время обсуждается вопрос бурения скважин для питьевой воды. Из 5 километров уже прочищено около 500 метров. Завершение работ планируется в течение двух недель. 205 хозяйств села будут обеспечены водой. В целом сегодня работа тронулась с мертвой точки. И то, что 30 лет каналы не чистили сегодня, по поручению главы республики эта работа начата. Следующим этапом мы хотим дальше работать с этим селом. Одно из самых удаленных сел Кизлявского района, в котором и социальная инфраструктура, и инженерная инфраструктура практически отсутствуют. Вода поливная даст жизнь в Тушиловке. Во-первых, село заживет, зазеленеет. Люди начнут заниматься огородами, сажать, прудовые хозяйства начнут работать. Будет для людей работа. И о спорте. Боец смешанного стиля Шамиль Амиров оспорит титул чемпиона Лиги Fight Nights Global. Турнир намечен на 25 сентября в Москве. Соперником дагестанца станет обладатель пояса в полусреднем весе Дмитрий Бекрёв. На счету москвича 12 побед и 3 поражения. Шамиль Амиров провел в ММА лишь 6 боев, но за свою недолгую карьеру он успел подраться с такими бойцами, как Руссимар Пальярос и Ясубей Энамото. В своем крайнем бою Каспичанин взял верх над Арсеном Батыровым. Напомним, что турнир, на котором должны были драться Амиров и Бекрёв, изначально должен был состояться 18 апреля, но в связи с коронавирусной пандемией был перенесен. Таковы новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин